Докладывается обстоятельство дела. Докладывается обстоятельство дела. Докладывается обстоятельство дела. Несогласие с выводами относительно срока и скалой доности, полагаю, что исполнен пропущен. Ссылается также на то, что материал дела отсутствует доказательство подтверждающего отнесения здания. В памятнике мучероссийского значения ЕЛИСей дополнительную жалобу указывает на то, что является индивидуальной предпринимательностью, чем полагать о нарушении стоповой бедной станции правильной подсобности. Представители СМИТА не поддерживают это все? Да, уважаемый суд, поддерживаем. Мы просили бы обратить суд внимание на то, что на следующее обстоятельство, которое мы указывали в жалобе, во-первых, как возражение, которое сегодня приобщалось суд апелляционной инстанции прокуратуры, суд в основании решения сослалось, что здание спорной катактурным номером оканчивающимся на 500 является объектом федеральной собственности в силу постановления Верховного Совета. Однако вот этот пункт третий, постановление Верховного Совета приложения 1, говорит о том, что объектами федеральной собственности являются объекты культурного наследия и общероссийского значения. Указ президента в 1995 году подробно расписал, какие объекты считаются объектами общероссийского значения. То есть в этом указе содержатся ссылки на все постановления Совета Министров РСССР, СССР, начиная с 60-го года, которые, собственно, содержали уже конкретные по объектные перечни объекты культурного наследия, которые стали признаны объектами общероссийского значения. Ни в одном из этих постановлений Совета Министров или в указе президента вышеуказанного спорного здания не было. И каким образом суд указывает, истец указывает, он соответствует этому определению, в какой части, в каком критерии, так и не установлено ни одного доказательства, собственно, позволяющего отнести данный объект к объектам общероссийского значения, где вы не имеете. Просто по логике суда первой инстанции, тогда любой объект культурного наследия абсолютно, и в этом постановлении Совета народных депутатов Саратовского городского 93-го года, очень много объектов культурного наследия, они все тогда должны быть объектами федеральной собственности. Почему тогда только они изымаются так частично избирательно, то есть в чем заключается, то есть если все тогда объекты соответствуют этому определению, тогда они все являются федеральной собственностью. Однако это в корне неверно, поскольку при установлении Конституционного суда, мы ссылались на него в апелляционной жалобе, говорит о том, что нет изъятий для объектов, что они не могут находиться в какой-либо иной собственности, кроме как федеральной. В том числе допускалось их нахождение в муниципальной собственности, и, в частности, то, что они могли, допустим, быть объектами живого фонда, как это имело в настоящем споре место. Второй момент, на который мы просили в суд обратить внимание, дело в том, что у нас после издания постановления Верховного Совета был установлен определенный порядок передачи вышеуказанных объектов в собственности. Так вот, у нас, собственно, вот это постановление Верховного Совета народных депутатов 1993 года, оно уже было составлено на основании распоряжения президента Российской Федерации о порядке передачи соответствующих объектов. Этот порядок предусматривал, что Совет народных депутатов включает в соответствующие объекты, подлежащие передаче в муниципальную собственность перечня, а уполномоченный орган госком имущества, на тот момент это был комитет по управлению имуществом, эти перечни заверяет, проверяет, и если у него не было возражений, и он не исключал объекты из перечня, на них возникало право в муниципальной собственности. У нас было установлено, это установлено не только по нашему делу, вот, приводилась судебная практика, в частности, суды неоднократно рассматривали споры с участием Росимущества, вот, по данному установлению Саратовского народного совета на депутаты. И в данном случае перечень был составлен, объект в него был включен, он был зарегистрирован комитетом по управлению имуществом Саратовской области, который на тот момент обладал полномочиями госком имущества, является право предшественником, в данном случае территориального управления Росимущества в Саратовской области. И с 3.06.1993 года этот перечень был зарегистрирован. Соответственно, через два месяца после этого на объект обоснованно возникло право в муниципальной собственности. Помимо прочего, мы просили суд обратить внимание, то, что мы не каким-то там преступным способом, да, загладели данным измеренным участком, участницей, сметаной, то есть он неоднократно перепродавался. Первая перепродажа его из муниципальной собственности была на муниципальных торгах, осуществительно. Саратовская городская губа своим решением включила его в план приватизации, включала она его два раза в год, он публиковался официально. Депутаты все городские это знали, соответственно, все голосовали. Прокуратура, которая, собственно, была инициатором данного иска, проверяла соответствующее распоряжение городской думы как правовые акты, никаких претензий, собственно, не выдвигалась на протяжении, у нас получается, больше 20 лет. То есть это здание спокойно перепродавалось. К тому же, насколько известно из материалов дела, его не просто продали за 18 миллионов рублей, вот эти части помещений. За них еще были предоставлены другие нежилые помещения администрации муниципального образования города Саратов, почему-то о судьбе которых суд как бы не беспокоится. То есть это не волнует никого, что возвращать другим собственникам нужных волнует, только то, что нужно передать объект обратно в собственность государства через 23 года после того, как он его продал. И, собственно, второй довод, он насводится к тому, что как раз государство, Российская Федерация, она в установленном порядке передала данный объект в муниципальную собственность, составив и утвердив соответствующий перечень, и обратно уже из муниципальной собственности, собственность Российской Федерации, вышеуказанный объект не передавался. Вот. Третий наш довод, да, это, безусловно, срок давности. У нас здесь достаточно простое основание. Во-первых, мы не совсем понимаем, почему суд считает, что на винтикационные требования об устребовании имущества из чужого и незаконного владения не распространяются требования о сроках исковой давности, хотя в Гражданском кодексе написано прямо обратно, и это не относится к случаям, на которые срок исковой давности не распространяется. Второе, это возвращаясь к судебной практике. Есть истец у вас имущества, есть этот реестр, который был составлен постановлением Совета народных депутатов уже с 2000-х годов, было огромное количество споров, когда у вас имущество пыталось истребовать объекты из чужого незаконного владения, ссылаясь на то, что они являются объектами федеральной собственности и незаконно включены в соответствующий реестр 1993-го года. Но во всех этих случаях суды отказали и сослались на то, что истом был пропущен срок исковой давности, и который они, в основном, все исчисляют с 2006-1993-го года, когда госком имущество зарегистрировало соответствующий реестр. Почему-то именно в нашем случае, в нашей ситуации суд первой инстанции сделал исключение, посчитал, что в данном случае для госимущества этот срок должен считаться с 2021-го года, через 20 лет, сколько Российская Федерация не знала. То есть у нас здесь, ну, конституционные нормы, они имеют прямое применение, и Конституция закрепляет, что все равны перед законом и судом. И рассмотрение судом одних и тех же требований просто в отношении иных ответчиков по иным правилам, по сути, является нарушением данного конституционного права, и означает, что у нас в зависимости от судьбы, то могут террористые нормы применяться по-разному, что нарушает данный конституционный принцип. Безусловно, такое решение нельзя признать законом, обоснованным он нарушает Конституцию, принцип правильства всех перед законом. Мы просили бы это решение незаконно отменить и принять законное решение об отказе от удовлетворения заявленных требований. Или, пожалуйста, позиция по жалобу Елисееву в ваших фондах? Дело в том, что после того, как это здание было продано на публичных торгах, собственно, было установлено, что администрация муниципального образования не много всех была в заблуждении, и помещения не совсем являются нежилыми, в них были зарегистрированы граждане. Суды первой инстанции приобщались материалы, собственно, дела инвентарного учета. Там есть даже решение, ну, еще в советского периода, судов о том, что признавали право собственности на жилые приобщения данным зданиям. То есть вот этот вывод о том, что здание бяло с жилым, он установлен не раз был судами и, в принципе, не требовал доказываний, почему суд вообще не стал это анализировать первой инстанцией, в то время как это существенное обстоятельство, поскольку, если мы говорим об объекте жилого фонда, то применяются иные положения Верховного совета, которые позволяют отнести данное здание к муниципальной собственности. Собственно, критериями, основными руководствоваться, о чем, собственно, и от определения Конституционного суда до 2000 года говорит, что нет четкого правила, что все объекты – это объект федеральной собственности. Поэтому конституционные жалобы и ВСЕР мы также поддерживаем очень. Вам будет вопрос у судебных коллег. Скажите, пожалуйста, из металла, не будет ли, Александр, нормальное рассмотрение свойствам первой инстанции, а имитарный предпринимательный герлаз? Ну, надо уточнить, уважаемый суд, этот вопрос. Он просто не рассматривал судом первой инстанции. В принципе, поэтому я так не могу сказать, а предстоит по доверенности. Ну, согласно данному общедоступному, виденному, скажем, действию индивидуального предпринимателя, он не значит, что она индивидуальная? Ну, значит, она не индивидуальная предприниматель. Нет, мы не можем. Присаживайтесь. Представитель отметчика Елисеева, пожалуйста, Ваша позиция. Поддерживая доводы, которые указаны в операционной жалобе, просим коллегию решение суда отменить как незаконное и принять новое решение, по которому в исковых требованиях ИСУ будет отказано в полном объеме. Доводы, которые были указаны ранее в операционной жалобе с металлиной, поддерживаются в полном объеме. И дабы их не повторять, потому что они являются у нас аморгуми, просим только одно. Посмотреть о том, что у нас решение, которое было от 1989 года, предусматривало о том, что объект особняк у нас являлся именно памятником местного значения. Это достаточно четко прописано, а именно местного значения города Саратов. То есть никогда, даже начиная с 1989 года, данный объект не являлся памятником общероссийского значения. И доказательств иного также не было предоставлено за исключением этого решения. И, кроме того, основное основание, которое является стороной ИСЦА, это решение 28 мая 1993 года, считая его также о том, что данное является незаконным, но, тем не менее, ИСЦЕЦ не подавал ни одного заявления, ни одного ИСК о признании данного решения в части именно недействительным или ничтожным, ввиду того, что он нарушает именно норму материального права. Данное заявление не было никогда подано. Таким образом, получается, что, изымая данное имущество, получается, что право собственности прекращается, но при этом само решение оставляется как действующим, и на сегодняшний момент тогда собственником остается у нас также муниципалитет, исходя из 1993 года. И то, что касается исковой давности, также поддерживаем доводы, которые были ранее сказаны, о том, что действительно предметом рассмотрения данное решение являлось неоднократно и в арбитражном суде, и в районном суде. Кроме того, утверждение о том, что прокуратуре стало известно о том, что это является памятником федерального значения только в 2021 году, также является заблуждением, так как данный объект находился под прокурорским контролем достаточно продолжительное время, и сказать о том, что стала информация известна только в конце прошлого года, не соответствует действительности, поэтому просим суд отменить решение суда. И по апелляционной жалобе Светанина, прошу позицию. Поддерживаем. Позиция представителей сца, пожалуйста, по апелляционным жалобам ответчика. Уважаемые в периодике, территориальный управление Рослужбинской области считает решение суда в первом станции законным, мы в основном мотивированы, доводы и апелляционных жалоб не обоснованы, поскольку направлены на переоценку тех возрастов, которые сделаны в среде первой инстанции. Хотел бы коротко обратить внимание, как представители и ответчика, на решение исполнительного комитета от 9 февраля 1989 года номер 40, где речь идет о утверждении дополнительных перчин, памятников в истории культуры Саратовской области, подлежащей мне государственному учету. Также обращаю внимание на то, что на основании постановления Верховного Совета от 1991 года о разграничении собственности в продолжении 1 указано памятники как отрицающейся объекта по исключительной федеральной собственности. Также ответчики настроят свою позицию умышленно не указывают на тот документ, который содержится в материалах дела, на приказ Министерства культуры Российской Федерации, который говорит о том, что данный спорный объект включен в гестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Ему присоединит гестрирование, соответственно. То есть данный объект является объектом культурного наследия народов России. Соответственно, данный объект может находиться исключительно в федеральной собственности. Это что касается долгов по относению данных объектов к федеральной собственности. Представитель, председатель, пожалуйста, позиция, пожалуйста. Уважаемый суд, повлияю, что в суде реализации обоснованное диспроверирование территориальной страны, рассумышленности, расходности и все испытания обстрелы, червоны для погладения будут участвовать при здании, обладающие устоятельность нарушения материально-профессиональных правах недопущено совокупности или ищущий суд, когда подтверждается, что данный объект мог находиться исключительно в федеральной собственности, если за этим требование и является обоснованным. А более того, сроков своего глядоса и исцел не пропущен. Правила по отсутствию предоставления настоящих спор не нарушены. Сложные мечтания необходимы решения статистического изменения и апелляционных жалобы для этого права. Судебные коллеги исследуют новые доказательства, общенческие субъекционные статусы, выписка из-за нового сознательства индивидуального предпринимателя с 1 апреля 2022 года в отношении Елисеева Дмитрия Валерьевича, который имеет статус индивидуального предпринимателя, дата внесения сведений для августа 2022 года. Замечания дополнений нет по оглашению в документе? Нет, вы не верите. Имеется ли вода в положении имеющихся этих доказательств? Нет, не верю. Исследное дело по существу окончено, судебная коллегия переходит в судебный предприниматель. Ужал очиститель процесс выступления? Да. Кратко мы хотели обратить внимание с учетом тех доказательств, которые прозвучали на тестах. Во-первых, на соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия абсолютно все объекты культурного наследия, которые были выявлены и поставлены на учет, независимо от того, в чьей форме собственности они находятся, поскольку закон допускает их нахождение в любой форме собственности, в смысле сейчас судебные, федеральные, муниципальные, частные, они все включаются в данный единый реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, поскольку их статус как таковой, но опадывает на их собственников, независимо от их статуса, обязанности по их содержанию. Поэтому то, что там мы, мы не то, что умышленно не ссылались на данный эк, просто так надо посмотреть положение данного закона, чтобы понять, что правового значения не имеет, никто не оспаривает наличие данного объекта статуса объекта культурного наследия, но даже если вы посмотрите, он сейчас объект культурного наследия регионального значения, не федерального, опять же, не всероссийского, и точно не объект, имеющий какую-то ценность, особую, как это выделяет идеальный закон, поэтому то, что они все включаются, это бесспорно, в этот объект никто не оспаривает, но это никак не зависит и не сказывается на том, что они могут быть исключительно от федеральной собственности. Второе, что мы хотели бы еще дополнительно отметить, это касаемо наличия статуса издательного предпринимателя, суд должен был учитывать, что у нас в данном случае у Сметанины есть земельный участок, у Елисеева есть данный земельный участок, соответственно, раздельное рассмотрение данных требований было возможно. Естественно, не обязан был совмещать данные требования в одном исковом заявлении, соответственно, Елисеев, как индивидуальный предприниматель, мы полагаем, не был лишен конституционного права, вернее, не мог быть лишен конституционного права в рассмотрении его дела тем судом, подсудности которого дело относится в соответствии с законом, а если у него есть статус индивидуального предпринимателя, оно относится к подсудности и подведности арбитражного суда, то с судом первой инстанции выяснено и установлено не было, поэтому мы полагаем, что продукционные нарушения в данном случае также имели место быть. оставить бедными и в том, что это не так. Судебная коллегия удаляется обещать гражданского фракционного кодекса судебная коллегия определила решение Кировского района суда города Саратова от 16 марта 2022 года оставить без изменения операционные жалобы без удовлетворения. Мотивированные операционные определения будут изготовлены в течение 5 рабочих дней, оно может быть обжалован первой инстанции у нас суток через 3-ти в течение трех месяцев. Кодп правиль знаком с протоколом судебного свидания результатами от протоколения в течение 5 дней с момента изготовления подавать по ним свои замечания. Узведем свидание закрытой степени.